Привет, меня зовут Алена тоже, я художник-график, искусствовед-любитель, и сегодня мы здесь, как всегда, для того, чтобы обсудить что-нибудь прекрасное. И сегодня наше прекрасное — это движение художников-передвижников. Вообще, конечно, о передвижниках написано огромное количество книг, огромное количество статей, снято фильмов, сделано спецпроектов, но все равно остается всегда что-нибудь, о чем еще можно рассказать. И поэтому сегодня сосредоточимся на том, почему вообще такое движение, как передвижники, возникло. То есть проследим историю от Артели Крамского до, собственно, первой и даже пятой выставки передвижников, разберемся, зачем это течение появилось и в чем была его суть. Интересно то, что советское искусствоведение очень сильно передвижников мифологизировало. То есть, если мы возьмем самые первые книги о них, которые относятся к концу XIX века, то это описание симпатичной частной инициативы с просветительским уклоном, которая появилась в Петербурге, продолжила свою деятельность в Москве и, в принципе, была тепло встречена критикой, с большим интересом. А если мы возьмем книги, которые написаны о них уже в XX веке, особенно к 70-м годам, то там все очень серьезно. Передвижники – это этакие революционеры и бессеребреники, демократы, которые желали просвещать глубинный народ и вообще просто воевали с официальным искусством и чуть ли не с самим государством. В общем, сегодня попробуем разобраться, что из этих позиций ближе к правде. Кто вообще такие эти передвижники? Ну, для начала, это самое первое в истории царской России независимое объединение художников. И, кроме того, это первое в мире объединение, которое придумало возить свои выставки в поисках своего зрителя за пределы столичных городов. За время своего существования, а напомню, зарегистрировано общество было в 1870 году и просуществовало аж до 1923-го, застав буквально смену эпох, передвижники организовали 48 таких выставок, которые проехались по городам Российской империи. Во время расцвета движения картины добрались до Астрахани, Варшавы, Воронежа и Вильно, Курска и Киева, Нижнего Новгорода, Кишинева, Одессы, Саратова, Тула, Ярославля. И, конечно, это не полный список, потому что городов было очень много. На выставки приходили десятки, а то и сотни тысяч зрителей. То есть они порой попадали в те города, где художественной жизни практически не было. И представьте себе небольшой город, где есть, может быть, пара каких-то местных художников, нет никаких художественных училищ, есть, может быть, разве что какое-нибудь уездное училище. И вдруг туда приезжают художники буквально первой линии, самые главные мастера со всей Российской империи, потому что в передвижники в разное время входили художники буквально отовсюду. Это просто бомба. Это то, что очень сильно меняло вообще художественный ландшафт окружающего мира. Ну, а влияние их пару слов буквально, я схожу в самом конце. Просто на 25-й выставке передвижников было объявлено, что за все это время, за 25 лет, а это чуть больше половины существования этого сообщества, было написано 3504 картины, которые проехались вот по тому маршруту, про который я только что сказала. А почему я говорю про то, что это уникальное явление для всего мира? Дело в том, что Георгий Георгиевич Месоедов, который предложил вообще передвижникам собраться вместе, где-то якобы слышал о том, что английские художники промышляют вот такими передвижными выставками и возят свои произведения в глубинку. Но на самом деле это было не так. Если что-то подобное и организовывалось где-то в Европе, то ничего подобного по масштабу того, что придумали и сделали передвижники, не было даже близко. Ну, давайте обо всем по порядку. Попробуем разобраться с самим явлением, где его корни, куда они уходят и кто виноват вообще во всем этом. Тот миф о передвижниках, который мы знаем, о том, что это некое идеологическое движение с общими эстетическими приступами, был придуман искусствоведом Владимиром Владимировичем Стасовым. У них с передвижниками были довольно интересные отношения. Я, наверное, не буду в них сейчас углубляться, но он постоянно горячо поддерживал художников-жанристов, которых обычно обижала другая критика. И он все время немножечко как бы мифологизировал тех художников, о которых он писал. Для начала он жарко поддерживал артель Крамского, о которой я сейчас довольно подробно расскажу. Потом он поддерживал, собственно, передвижников и немножко про них так присочинял. Ему хотелось, чтобы они были большим, чем они сами о себе заявляют. Поэтому он говорил, что у них есть некая вот такая идея национальности, реализма. И они вместе работают над своими картинами вот в каком-то специальном русском стиле. Ну, так-то или нет, опять же, вы сейчас по ходу дела, надеюсь, разберетесь вместе со мной. Если мы говорим о передвижниках как о бунтарях, то таким образом товарищество как бы связывается в головах зрителей и читателей критических статей с таким явлением, как хождение в народ. Это такая была штука, которая началась в 1861 году и достигла своего мощного размаха как раз в 1874. Четвертому. Хождение в народ – это когда образованная городская молодежь отправилась в деревни ради просвещения, агитации людей и ради работы учителями и фельдшерами. То есть можно подумать, что наши заслуженные художники тоже как бы поддались очарованию идей Герцена, Бакунина, Кропоткина, бросили свою почтенную жизнь ради великих идеалов. История, конечно, выходит красивая, но не совсем правдивая. И вот эта вот рифма между хождением в народ и передвижниками, она тоже не совсем правдивая. Еще передвижников называли товариществом, которое продолжило развивать идеи артели Крамского. Иногда даже некоторые так интересно вот пишут, что артель буквально трансформировалась в товариществе передвижных художественных выставок, но и это тоже не совсем правда. Ну, в общем, чтобы с этим всем последовательно разобраться, нам нужно начать с самого первого бунта, который стал легендой, бунта 14-ти, бунта, который был то ли организован, то ли возглавлен, собственно, Крамским во стенах Императорской Академии Художеств. К тому же Крамской потом станет одним из первых передвижников и возглавит столичное Санкт-Петербургское их крыло. Иван Николаевич Крамской приехал в столичный Санкт-Петербург из Слободы Новая Сотня, уездного городка Острогорска, что в Воронежской губернии. Он был из простой семьи, получил невеликолепное образование, в 13 лет окончил уездное училище, там же получил свои первые уроки рисования и решил, что станет художником. Сам Крамской о своем образовании говорил так, «Никогда и никому я так не завидовал, как человеку действительно образованному». Я тут вижу, честно говоря, довольно важную штуку, потому что Крамской на самом деле был человеком очень глубоко образованным, и он занимался всю жизнь самообразованием, но у него всегда присутствовало какое-то ощущение собственного дилетантизма. И из-за этого, между прочим, он еще очень сильно идеализировал Академию художеств, даже побавился в нее поступать. Он приехал в Санкт-Петербург, устроился ретушером, как тогда это называлось, светописцем. И, в принципе, у него это хорошо получалось, он очень неплохо зарабатывал. И когда его, наконец, уговорили поступать в Императорскую Академию, то он ждал, что там будет нечто, вот он читал о мастерских Вероккио, откуда вышли Боттичелли, Леонардо, или о голландских художниках, об итальянских, и он думал, что сейчас он придет вот в такой храм искусства, а все оказалось совершенно не так. Конечно же, он был жутко разочарован, и, может быть, в этом и есть основные, такие вот глубинные причины того бунта, который был под его руководством организован. Императорская Академия Художеств была основана в 1757 году, а основы, конечно же, заложил Петр I. Идея была, как всегда, во всех европейских странах при открытии Академии довольно хорошая. Взять и обучить своих мастеров, выписать себе художников из Европы, пусть они научат хорошему, пусть у нас будет своя национальная школа, и пусть у нас, нам не нужно будет каждый раз, когда мы хотим, чтобы нам что-нибудь красивое расписали или написали картину, обязательно вызывать каких-нибудь итальянцев, французов, потому что все будет свое. Но, как это обычно бывает, Академия постепенно превратилась из того места, где должны были звучать огненные речи профессоров, и где вот в таком удивительном соединении вместе существуют ученики и учителя, где наложиваются горизонтальные связи. Вместо этого получилось, что Академия со временем начала художников, конечно же, подавлять. И это не сюрприз, так произошло, и эти бунты, да, разной степени активности и глубины, собственно, во многих европейских странах случились против вот этого засилья академизма. Непонимание вызывало многое, не только у Крамского, потому что вместо поощрения живой фантазии, вместо поощрения талантов, к тому моменту, когда туда поступил Крамской, это было место, где все было очень строго. Очень строго описывались темы, вплоть до того, вот если ты пишешь какой-то мифологический сюжет, сколько овечек должно быть на первом плане, кто на втором плане, и там какая луна должна светить. Очень строго было с тем, как выглядит правильная композиция. То есть, например, главный герой ни в коем случае не должен быть повернут в профиль, а фигуры должны располагаться трапециевидно. И это довело, собственно, художников до того, что многие из них там как-то разбрасывали в правильном порядке фигуры на холсте, а потом смотрели, на какой миф это может быть похоже, и уже тогда писали. То есть, форма начала преобладать над содержанием, и сама эта форма стала очень специфической штукой. Но если подумать, ничего не напоминает. Примерно против таких же штук бунтовали прерафаэлиты в Англии. Если вы не смотрели видео о них, то вот здесь обязательно посмотрите, и найдете, мне кажется, некоторые общие черты. И вот еще, кстати, такая интересная связующая штука, ниточка между прерафаэлитами и артелью Крамского, лично Крамским. Его до глубины души поразила картина Иванова «Явление Христа народу». А, собственно, Иванов эту картину задумал и начал писать под впечатлением от работ на религиозную тему, собственно, передвижников. Так что все далеко, но очень близко, как всегда. Итак, в процессе учебы Крамской довольно быстро догоняет и перегоняет товарищей, и даже получает малую серебряную медаль. Это была такая награда, которую можно было получить за особенно классные наброски или эскизы. И Крамской собирает у себя вечеринку в честь вот этого получения награды, и туда приходят художники, которые потом станут таким костяком группы, которая собирается у Крамского буквально каждую неделю после классных занятий. Они вместе беседуют, обсуждают всякую важную литературу, читают тексты, рисуют друг друга. И именно тогда, вероятно, Крамской понял, что вот эти вот связи между художниками – это то, что может вытянуть русское искусство из кризиса. Кризис и застой, вот понимаете, не то чтобы был прям какой-то невероятный, кромешный кризис и застой. Собственно, автор первой монографии о передвижниках, Алексей Петрович Новицкий, пишет о том, что Академию художеств просто делали иностранцы, а душа художников и их учеников, конечно же, тоже горела в сторону всего зарубежного. Да и после получения той самой желанной большой золотой медали, которую получали лучшие из лучших студентов, их отправляли на пансион продолжать учебу за границей, конечно же, в Рим. Вот и получалось, что русское искусство было отражением того зарубежного, чудесного Рима. Поэтому писали художники русскую деревню, что-то про быт, повседневность, но это были как бы случайные штуки и как будто увиденные не изнутри, а снаружи проезжим иностранцам. Мясоедов очень печально описал состояние русского искусства до кромского и передвижников. На русской школе лежала тень эпохи его, то есть искусств возрождения, которое совершилось при помощи меценатов, обучавших своих крепостных выписанных мастеров. От этой эпохи сохранилась любовь к одобренным формам, предпочтение всего иностранного и брезгливое равнодушие ко всему русскому, да и отношение к искусству сверху вниз, как к занятию, не требующему иного назначения, кроме забавы и удовлетворения тех, кому приходила охота жаловать себя в меценаты. Ну, как бы крепостные художники, архитекторы – это вообще отдельная боль, конечно. Но, в принципе, даже побаловавшись в основном с русскими сюжетами, большая часть художников возвращалась к так называемому «настоящему искусству», то есть итальянским романам, древнегреческой мифологии и французским каким-нибудь сочинениям. Вот это вот было хорошо, вот это было правильно – описать какой-нибудь местный сюжет, и это было таким, ну, немножко баловством. Ректор тогдашней академии Фёдор Антонович Бруни, в принципе, настаивал, что художникам не нужно ничего, кроме античных сюжетов, и только в античных сюжетах они могут правильно показать своё мастерство. А мастерством называлось что? Взять заученные формы и скомпоновать их в какую-то новую картину из одной античной штуки слепить новую античную штуку. И вот это было хорошо и правильно. Опять же, хочу процитировать Новицкого и его боль по поводу того, что делала Академия год за годом до бунта Крамского. Десятками и сотнями плодились художники в академических классах. Бог знаем, сколько их там было, сколько они получили медалей, сколько наплодилось искусство, смотреть было решительно нечего. Публики для Академии как будто не существовало, она превратилась в замкнутую систему, да ещё и подобную слуге в платье с барского плеча при искусстве европейском. Постепенно из-за понятной усталости от бесконечных античных тем и бесконечного копирования европейского искусства появилось некое противостояние между художниками-историками, это вот этот вот высокий жанр, и художниками-жанристами. Их даже разделили на отдельные классы, и они там немножко друг на друга так шипели, ну на самом любом большей части дружили, конечно, но тем не менее вот это вот противостояние начало вырисовываться. И тут тоже интересная штука, потому что, ой, когда я читала миллион статей и критических каких-то штук, посвящённых сначала вот этим вот жанристам, потом Артели Крамского, потом Передвижникам, там постоянно появлялось слово тенденциозность. Меня, честно говоря, даже начало немножечко так потряхивать от него, я представляю, каково было художникам, которые его читали. Тенденциозностью обзывали некое следование тенденциям, тенденциям, то есть всё, что не щекочет тебе пяточки, делая красиво, всё, что обращает внимание, то есть любой намок на социальную тему, любые какие-то бытовые вещи, буквально там написал крестьян или крёстный ход, или чего-то связанное вообще с окружающей реальностью, с настоящим миром, значит, ты тенденциозный художник. Чтобы было понятно, это плохое слово, ругательное. То есть никто не хотел вроде как быть таким вот товарищем, вот что об этом писал, собственно, тот самый Стасов. Тенденция – кошмар нынешней публики. Её больше всего боятся, ею поминут друг друга корят, за неё преследуют и казнят. Всего больше в деле искусства. Кто оказался виноват в тенденциозности, тот погиб безвозвратно, со своей картиной, о нём не стоит прибавлять ни единого слова более. А почему так? Потому что у нас каждый почти привык с пелёнок думать, что искусство должно ласкать и нравиться, щекотать на тот или иной манер. Но, боже, сохрани, трогать глубину правды, обнажать ту мерзость, безумие, из которой складывается жизнь миллионов людей. Всё это обзывают тенденции. Боже, сохрани, не сметь всего этого трогать. Вот тебя, разбойника. Ну, кстати, к музыке и литературе, и театральным постановкам, конечно же, это слово тоже очень активно применялось. Но вообще, конечно, интересно, когда ты иногда слышишь отзывы на более-менее современное искусство, и слышишь возмущение от зрителей, что вот искусство не делает человеку красиво и приятно, а затрагивает какие-то горящие, острые, социальные особенно темы, это часто людей возмущает, и они требуют, чтобы им просто сделали красиво и оставили их в покое. Видите, как глубоко, на самом деле, эта тенденция уходит в историю. Вот, поэтому, в общем, не ругайте таких людей и себя, если у вас тоже такое ощущение. Давно мы тут так придумали ругать всех. Ну, собственно, я думаю, из всего этого уже более-менее понятно, почему среди выпускников накопилось некое недовольство тем, что творилось внутри Академии. Поэтому, когда пришло время побороться лучшим из лучших выпускников 1863 года, Крамской и его товарищи очень напряженно ждали объявления темы выпускной работы. Что такое золотая медаль? Кто был этими лучшими? То есть за годы учебы, на отчетных выставках, за лучшую работу художник мог получить, студент-художник, малую золотую медаль. На выпускном экзамене те, у кого есть эта малая золотая медаль, могли побороться за большую золотую медаль. А к ней прилагалась очень приятная вещь. Полторы тысячи рублей пансиона на проживание в Италии. Как выглядел сам экзамен? Художника запирали в мастерской на 24 часа. Там он писал эскиз на заданную тему. Потом его утверждал совет. И уже никакие правки вносить было нельзя. Надо было уже написать картину и представить ее. И потом лучшая картина получала золотую медаль, билет, чемодан, Италия. Все прекрасно. Этот год был юбилейным. В честь столетия академии и в честь того, что какие-то вот такие были настроения среди художников, было решено немножко изменить стандартные правила, объединить классы историков и жанристов и дать им какую-нибудь тему, связанную с эмоциями. Например, радость, тоска по родине, любовь. И использовать можно было любой сюжет, какой ты захочешь. Ну, то есть обратиться к библейской тематике, к мифологии или к каким-то бытовым штукам. Но как ни странно, эти поблажки художников не то что не устроили, они их даже еще больше разозлили. Поэтому Крамской и его товарищи подали прошение к совету. Разрешите нам, мол, самим выбрать тему, ну, хватит уже нас подавлять. Никто им не ответил. Они подали прошение второй раз, третий, лично пришли, на что в совете им сказали, вас бы всех в армию забрить, в солдаты ходят тут выпендриваются. Но на следующий день буквально им пришла повестка, пока не в армию, их приглашали в академию для объявления темы большой выпускной работы. Утром 9 ноября 1863 года студентов ждали в конференц-зале Академии художеств. Всю ночь перед этим событием студенты не спали, обсуждая, что же им делать. Главным назначили, конечно же, Крамского. На всякий случай все выпускники, их было 14, написали письма о том, что просят освободить их от участия в конкурсе, дать им звание художника и отпустить с миром. Что им светило в этом случае? Чин 10 класса гражданской службы, зарплата 135 рублей, ну и, собственно, крутись, как хочешь теперь. Тем не менее, они приняли решение вот так вот бунтовать. Что их вообще возмутило? То есть, понимаете, достанься им темы, например, тоска по родине. Ведь у каждого художника свой набор разработанных тем, свой набор, свой характер, опять же, да. Кому-то весело писать какие-то бытовые, забавные анекдотические сценки, кто-то очень серьезный и мрачный. А тут получается, что эта тема могла одним дать больше шансов на выигрыш, другим меньше, ну и опять же, это ограничение свободы, которого им не хотелось. Крамской потом в переписках и в дневниках очень подробно описывает события того утра. Я очень коротко о них расскажу. Представьте себе, студенты являются в тот самый конференц-зал. Все преподаватели при параде. Это означает, что сияют их эпалеты, генеральские мундиры, звезды, и в этой невыносимо торжественной обстановке им начинают зачитывать тему их дипломной работы. Совет Императорской Академии художеств к предстоящему в будущем году столетию Академии для конкурса на большую золотую медаль по исторической живописи избрал сюжет. Барабанная дробь, все замерли, из скандинавских саг. «Пир в Вальгале. На троне бог Один, окруженный богами и героями. На плечах у него два ворона. В небесах, сквозь арки дворца Вальгалы, в облаках видна луна, за которой гонятся волки и прочее, прочее, прочее». Подробнейшее описание. То есть даже количество ворон сосчитали, понимаете, да? Свобода творчества. После этого встает, собственно, Бруни и собирается объяснить художникам, как они должны раскрыть свой творческий потенциал в этой замечательной теме. И тут от перепуганной стайки художников отделяется Крамской и заявляет совету, что «прошу вас освободить нас от этого экзамена». И их спрашивают, что «всех?». И они говорят «да, всех». И, в общем, ужас-ужас. Каждый действительно с кармана заранее написанное прошение кладет на стол. Но там было забавно, потому что их было 14. Один из художников испугался и сказал, что «а я вот хочу в конкурсе участвовать». Но так как проводить конкурс среди себя одного не очень удобно, то ему в этом деле отказались. Зато к художникам присоединился скульптор Василий Крейтон. И все-таки бунт вошел в историю, как бунт 14. Дальше, как пишет сам Крамской, после такого эпического, конечно, дела началась реальность. Что означало это самое суровое реальность? Это означало, что в кратчайшие сроки всем студентам надо было освободить свои прекрасные обжитые мастерские. И некоторые там жили с соседями, родственниками и приживалками. Но самое главное, что это было бесплатно. И это было место, где они постоянно общались, где, естественно, протекала бурная студенческая жизнь. И после этого снимать квартиры, какие-то конурки искать, жить в них, искать работу, заказы, подработки или пытаться куда-то устроиться на постоянное место работы. Художники стали постоянно собираться у Крамского по старой памяти и очень быстро поняли, что лучшее, что они могут сделать, это, собственно, они были вдохновлены, самое интересное, Романом Герцена «Что делать?». Вот как раз им там рассказали, что делать, объединяться. И поэтому они решили быть вот такой вот артелью, где будет взаимопомощь, в первую очередь финансовая, где будет дружно, хорошо, и они, значит, построят свою академию. Идея была очень хорошая. И вот тут, кстати, появляется первый миф об артеле Крамского, который потом переползает на передвижников совершенно автоматически, что они были оппозицией, ну, то есть бунт, понятно, что они бунтари. Но самое интересное, что на протяжении всего своего существования от этого бунта артель пытается немножечко так как-то отмазаться. От них ожидали какое-то время заказчики, что они станут такими то ли маргиналами, то ли как-то будут хулиганить, то ли чего-то вот на французский манер устроят нам здесь. И за ними даже был назначен полицейский надзор, который, кстати, довольно быстро сняли, потому что поняли, что художники придумали некое семейное предприятие. У них есть общая бочка финансовая, куда они складывают там деньги от заказов, 10% от частных заказов, 25% от общих работ. И они берутся за все заказы, буквально от афортов до иконописи, берут учеников и просто вот как-то существует. Это их основная задача не бунтовать, а буквально не умереть с голоду. Собственно, разрешение на создание артели они получили уже от правительства. Более того, 8 из 14 художников, которые были в артели Крамского, впоследствии стали академиками, той самой академии художеств, против которой они бунтовали. А один из них, Карл Лемах, стал буквально придворным учителем живописи Александра Третьего и давал уроки рисования Николаю Второму. И, собственно, судя по воспоминаниям современников, он был очень дружен и мог повлиять всегда на какое-то художественное мнение императорской семьи. То есть вроде бы бунт, а вроде бы вот чего. И это не потому, что они со временем, как, например, некоторые из передвижников, отошли от своих идей и стали такими хорошенькими и удобненькими, а потому что и правда бунтовать против академии, и то даже не бунтовать, а просто не иметь с ней ничего общего, хотел один лишь Крамской. У Крамского вообще была такая идея, он хотел создать клуб художников, где художники и меценаты будут друг друга находить, встречать. И это должна была быть штука, управляемая именно художниками. И там будут таланты встречать друг друга, и, в общем, все это должно было быть очень хорошо и здорово, но ничего из этого не получилось. Мало того, на идее общего бюджета такого для взаимопомощи артели погорело, потому что как только члены артели стали получать большие заказы, они стали их скрывать от собратьев или просто выходить из этой артели. А один из художников вообще умудрился подать прошение о пансионе в Европе, в академию, получил деньги, уехал в Европу, Крамской сказал, давайте устроим товарищеский суд, ему сказали, зачем, ну, типа, нормально все. Крамской обиделся и сам вышел из артели. И, конечно, он был очень огорчен тем, что его детище не взлетело, и объяснял это вполне логично, совершенно случайным составом художников, у которых была одна цель, как я уже сказала, просто не умреть с голоду. Между тем, жизнь в артели очень многие потом вспоминали как лучшие годы своей молодости, потому что художники сняли огромную светлую квартиру с мастерскими в доходном доме Гудкова на Васильевском острове. Почти весь быт артели взяла на себя жена Крамского, Софья Крамская, есть вероятность, что если бы не она, может быть, артель бы еще меньше просуществовала, но, тем не менее, к сожалению, не взлетела. Вообще, зачем я так подробно рассказываю про бунт 14-ти артели Крамского? Для начала, это, наверное, самый стандартный подход к рассказу о передвижниках, начать оттуда и закончить вот этими ребятами, но я, наоборот, хочу подчеркнуть отличие между артелью и между тем, что потом придумали передвижники, потому что они будут очень существенными, и пока артель Крамского отмазывалась от бунта, который они устроили всю жизнь, московские художники, а передвижничество появилось именно в Москве, присмотрелись и поняли, что, в принципе, можно объединяться, можно не дружить с Академией, если делать все очень осторожно, и, в принципе, этот опыт был учтен передвижниками, а Крамской, собственно, был приглашен в первых рядах в это объединение. Ну, собственно, пришло время поговорить о передвижниках, наконец-то. Идея собраться в такое товарищество, как я уже говорила, пришла Григорию Григорьевичу Мясоедову во время его пребывания за границей, поэтому, когда он вернулся в Москву, он тут же принялся вербовать к себе художников, которые тогда вокруг Перова так как-то вот собрались, и он начал их заманивать, но стало понятно, что без поддержки столицы, конечно же, не обойтись, потому что Москва в те времена была довольно провинциальной по сравнению с Санкт-Петербургом в плане искусства особенно, потому что там были выставки Императорской Академии Художеств, туда тянулись собственно таланты со всей России, а в Москве было вот училище с танковой живописи, где проходили периодически студенческие выставки, но они по уровню не дотягивали даже до академических и близко. Вот, поэтому, конечно же, артель в то время, пока она еще цвела, пока она, по словам Мясоедова, не скатилась до написания портретов по фотографиям и была таким центром художественной жизни, на нее смотрелись надежды и московские художники сразу же отправили предложение артельщикам присоединиться к передвижникам. Первоначально, вот, кстати, в сторону того, что артель преобразовалась в сообщество передвижников к передвижникам из артельщиков только Карл Лемах присоединился, больше никто на это не отреагировал, даже артельщики наоборот предложили, а может вы к нам все вступите и мы в вашу собственно выставки будем от артели устраивать. Ну а передвижники были хитрые, они знали, что какая-то ассоциация там с бунтом, полицейский надзор, что-то такое мутное там было в истории, поэтому они не согласились. Они сказали, нет, мы вот такие вот ребята, мы товарищество передвижных художественных выставок. Слово передвижники к слову появилось только к пятой выставке, и я даже объясню, почему появилось оно именно тогда. Ну, следует еще добавить, что вообще-то были общества художественные в России, кроме артель. Это были общества любителей художеств и общества поощрения художников. Все с ними, конечно, было очень хорошо, кроме того, что они не управлялись художниками, и художники там были, ну вот их там облагодетельствовали меценаты. При этом в состав правления этих обществ входили члены императорской семьи, и по сути это было шило на мыло. С одной стороны была академия, которая просто больше любила историческую живопись и мифологические темы, а с другой стороны были вот такие общества, куда, кстати, входили в свое время там Шишкин, по-моему, Саврасов и Перов, и выставлялись в этих обществ. Но это опять не было про самоорганизацию и какую-то независимость. Это просто были две страны одной медали. Здесь историки, здесь жанристы, и еще они требовали платить в кассу этих обществ 30% примерно от продажи картин, что тоже было, ну, не очень приятно. Лучше же себе их оставить. Но альтернатив никаких, конечно, не было. То есть никаких тебе слонов отверженных или независимых дилеров, вообще ничего подобного не существовало. И, конечно, на этом фоне артель художников Крамского уже выгодно отличалась, потому что она была сообществом равных. И у них не было никаких пафосных целей, типа там разъяснить искусство там кому-нибудь или там оказать поддержку. Это было сообщество равных. И именно эту идею товарищество передвижников воспримет очень хорошо. У них даже, кстати, у передвижников потом не было принято, например, надевать какие-то мундиры, регалии или ордена, когда они собирались вместе. Они очень просто одевались. Они всегда решали все вопросы голосованием, решали сами, какие картины пойдут на их выставки, просто включив внутреннюю цензуру, скажем так, и обсудив с коллегами. Или, например, думали, кого из экспонентов, это были художники, которые не входили в товарищество, но которых приглашали поучаствовать, позвать к себе. И потом, когда они принимали новых членов, это тоже решалось всегда голосованием. То есть чувствуете разницу между типа императорская семья и меценаты к тебе протягивают руку помощи и некое товарищество. Конечно, без меценатов это бы тоже все не сработало. Огромную роль в процветании передвижников играет, конечно же, Третьяков и его коллекционирование, но я не буду сейчас на этом останавливаться, а то и на нас будет восьмичасовое видео сегодня. Ну и, в общем, придумали художники устроить товарищество. Начнем с того, что, и это важно, мне кажется, у них не было общей эстетической идеологической программы, как, например, было у назарейцев или было у прерафаэлитов. Тогда сразу возникает вопрос, от чего собрались-то, да, и, конечно, слово товарищество в названии намекало сразу же на то, что это некое торговое коммерческое предприятие. Интересно то, что в уставе товарищества я опубликую обязательно ссылку под видео, прочитайте, просто пробегитесь, что там было указано. Первым пунктом значится доставление искусства в провинцию, ознакомление людей с русским искусством, все такое. И пунктом, вроде бы, вторым или третьим написано то, что целью товарищества является также упрощить материальное положение художников. Самое интересное, что в черновиках, которые почти год художники там решали, как это все будет выглядеть, именно этот пункт про материальное положение был самым первым, а потом уже все остальное. Идеологическая программа у них появится, но примерно к 25-й выставке, а то и позже. Наверное, на 25-й выставке впервые об этом заговорят, а до этого всю вот эту идеологическую штуку им приписывало в основном Стасов. Ну, а они как-то то отнекивались, то соглашались, иногда даже ссорились с ним по этому поводу. Поэтому это все-таки действительно специфическое явление, которое не похоже на те европейские бунты, которые мы видели. А еще в черновой версии устава было заявлено всякий художник, имеющий какую-нибудь известность, хотя бы даже в мире художественном, если пожелает, может вступить в товарищество, то есть двери открыты буквально для каждого желающего, ну, если он нормального уровня. Кроме того, давайте не будем забывать о том, что первым делом художники официально зарегистрировали свое товарищество, и ни о какой подпольной деятельности речи вовсе не шло. Художники придумали, как расширить рынок, как подготовить зрителя и покупателя, и еще как заработать на не только продаже картин, но еще и на платном входе на выставки. Но все-таки почему же появился миф о том, что они бунтари, и для чего они собрались, какие были причины, что вот в обществе такого случилось, что их к этому сподвигло. Сейчас все объясню. Как всегда, ответ находим в окружающем мире. В 1860-е годы в царствовании Александра II были проведены беспрецедентные по масштабу либеральные реформы Российской империи, которые даже вошли в историю под названием «Великих». Хотя реформы не были доведены до конца, потом все вообще пошло не так, но все же изменения коснулись буквально всех важнейших сфер жизни общества. Тут тебе все от отмены крепостного права до реформ цензуры, образования и судов, и поэтому идея собраться в товарищество не выглядела подозрительной. Взаимопомощь и самоорганизация на фоне общего повышения мобильности общества стала штукой вообще довольно популярной, особенно в искусстве. Само слово «товарищество», как я уже сказала, воспринималось современниками передвижников вполне определенно. Так назывались в первую очередь торговые равноправные организации, возникавшие в то время в великом множестве. С другой стороны, как указывают некоторые исследователи, добровольные ассоциации, научные или профессиональные были одновременно и причиной и следствием развития, ну, такого раннего развития гражданского общества. Ну, а такие штуки, как всегда, да, понятно, сразу же вызывают подозрения в какой-то политической деятельности, потому что, если они созданы не сверху, а собрались из граждан просто горизонтально, это означает, что в них наверняка есть какой-то протестный элемент. Ну, к слову, наверное, вы слышали о том, что многие политологи и социологи считают, что вот такие объединения, не говоря уже про художественные, даже на уровне подъезда, являются первым шагом к гражданскому обществу. Ну, поэтому, наверное, отсюда, мне кажется, миф, помимо бунта, растет. Тем не менее, передвижников ждала, конечно же, очень строгая процедура государственной регистрации, а каждое произведение, попадающее на выставку, и каждый их каталог проходили строжайшую цензуру. Из переписок московского и петербургского крыла передвижников становится ясно, что обсуждали художники между собой почти исключительно коммерческую сторону дела, и что художники активно использовали личные связи в правительстве для ускорения регистрации своего товарищества. И вот, вроде бы, абсолютная мелочь, но мне кажется, она тоже важна. Когда подписывали тот устав, который потом подавали в государственные органы, каждый художник вспомнил про все свои регалии, про все свои звания, кто из них академик, кто какой молодец, у кого какая медаль, и подписались не просто именами, там, чтобы подчеркнуть какое-нибудь свое бунтарское настроение, нет, нет, они все подписались, собственно, полными своими именами со званиями и всем остальным для того, чтобы подчеркнуть официальный характер своей новой группировки. То есть, для внешнего наблюдателя они вспоминают, что они академики и все остальное, а внутри все-таки придерживаются принципов равенства. А еще в этот период сформировался, конечно же, новый тип зрителя и покупателя, меценатов, ценителей отодвинули на второй план коллекционеролюбители. Вы же помните, что в Российской империи вслед за остальными европейскими странами началась промышленная революция, набравшая обороты как раз в 1830-е, 60-е годы, а значит, появились новые обеспеченные люди. Они владеют деньгами, но они не угорают по античной культуре, не знают латыни и греческого, они легки на подъем, много путешествуют, но вполне патриотически настроены, им интересно местное, свое искусство. Эти новые зрители и новые покупатели уже точно не фанатеют от римской ренессансной живописи, да и вообще, честно говоря, в массе они не являются тонкими ценителями искусства, поэтому случается расцвет салонной живописи, то есть красивой, симпатичной, эффектной, забавной, может заставляющей слегка задуматься, то есть такой, которой можно украсить свой дом. Уже позже некоторые из передвижников, решившиеся на то, что они не хотят угождать больше академии и академикам, говорили, что это, конечно, они встали на путь угождения публике, и еще неизвестно, какой путь оказался менее сложным и правильным. А еще, и это очень важно, как раз в 1860-х годах было введено регулярное железнодорожное сообщение между столичным и крупными провинциальными городами. Именно быстро строящиеся железные дороги, которые постепенно и довольно быстро соединяли между собой богатые индустриальные города, стали тем, что позволило передвижникам перевозить картины быстро и недорого, с места на место. То есть никто не тащил картины в телеги по грязи, никто не отправлялся с ними в те местности, где было там 60 или 80 процентов крестьянского, бедного, образованного населения, как это делали народники. Совершенно другая история. Конечно, искусство везли в провинцию и показывали ее жителям провинции, образованным и богатым жителям провинции. То есть они на самом деле придумали совершенно гениальный бизнес-план. Найти своего зрителя, воспитать себе нового зрителя, нового покупателя, ну заодно найти, конечно, соратников где-то в провинции, ну то есть отправиться на ту территорию, где до них буквально вообще ничего не было. То есть после того, как передвижники уже там год за годом, десятилетиями ездили в эти города, местные художники поняли, что они вообще-то тоже могут здесь устраивать свои выставки, могут себя относить к передвижникам или нет, но по крайней мере они поняли, что они тоже могут самоорганизовываться и рассказывать местным жителям о своем искусстве, и это тоже очень здорово, это огромный-огромный вклад в искусство всей Российской империи. Хочу процитировать исследователя Андрея Шабанова на книгу, которого я опиралась. «Передвижники явно демонстрировали желание овладеть современной материальной реальностью от финансовых инструментов и механизмов вроде страхования, займов и дивидендов до только что построенных железных дорог и телеграфа с целью формировать новую реальность согласно своим интересам». В общем, я пока готовила материал этого видео, вы, наверное, заметили, что я довольно долго его готовила, поэтому долго не было видео на канале. Я пыталась соблюсти баланс между описанием передвижников как таких хитрых жуков, которых интересовали только деньги, 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 и вот этой восторженной какой-то штукой, когда просто все кричат о том, что они гениальные бессребреники, которым вот было интересно только в глуж, в деревню за образование. Конечно, им было интересно и то и другое, конечно, им было приятно быть просветителями, но, конечно, еще приятнее им было хорошо зарабатывать и чувствовать себя уверенно ни от кого не зависит. Но ни RTL, ни передвижники не были вот такими вот дурными идеалистами, то есть у всех была какая-то своя логическая, была своя логичная, вполне приземленная и вполне себе правильная, наверное, цель. Ну и давайте немножко обсудим, собственно, организацию этого сообщества и поговорим про их первые выставки, чтобы как-то, должна же я как-то свои тезисы подкрепить, вот попробую сейчас этим заняться. Конечно, передвижники декларировали желание быть независимыми от всех других обществ, которые занимались искусством, тем не менее, первые четыре выставки прошли именно в стенах Академии художеств. Самое интересное, что не все зрители и даже не все критики поняли, что это какие-то отдельные выставки и это какое-то новое движение, то есть как новое движение передвижники себя вообще не заявляли. Это была симпатичная, интересная, частная инициатива. Мало того, ну представьте себе, это выставка в стенах Академии художеств. Все художники или академики или выпускники Академии художеств. Логично, что транслировалась мысль о том, что это искусство правильное, утвержденное и, собственно, до пятой выставки пока не возник конфликт с Академией, потому что Академии было обидно, что передвижники лучше, чем Академия. Их не выгнали в другие здания, кстати, тоже не менее прекрасные, чем здания Академии художеств. В голове у критики и публики даже не откладывалось, что это что-то вот такое вот якобы бунтарское, как потом о них будут говорить. Выставки Академии художеств декларировали цель рассказывать по всем лучшему в русском искусстве. Передвижники, по сути, говорили ровно о том же самом. А, собственно, в Москве у передвижников конкуренции не было в принципе, потому что, как я уже сказала, ничего подобного выставкам Академии художеств там не проходило. Про провинцию даже говорить нечего, потому что там буквально не было залов, чтобы выставляться. Тем не менее, передвижники, когда их выставки туда приезжали со специальным человеком, которого они нанимали сопровождать эти выставки, всегда выставлялись в каких-нибудь помещениях, которые принадлежали местной, ну, можно сказать, элите. По понедельникам вход на выставку стоил рубль, в остальные дни 20 копеек. Так было довольно долго, они потом до 45 повысили стоимость, если это важно. Но просто интересно, почему это так, да, потому что в понедельник туда могли прийти, ну, например, члены императорской семьи, которые ходили на эти выставки тоже, или какие-нибудь критики. Ну, в общем, тоже было такое разделение на тех, у кого есть 20 копеек, у кого есть рубль, на то, чтобы сходить на выставку без всех остальных. Художники платили 5% с продажи каждой своей картины в общий фонд. В конце года они получали дивиденды. Деньги, которые, собственно, за вход неизрасходованные, и часть того, что вот с продажи картины набежало. Каждый мог обратиться за судой или за материальной помощью, и, в принципе, оказалось, что эта схема очень-очень успешная, и на протяжении многих-многих лет художники очень радовались, что они относятся к передвижникам, потому что это было финансово очень выгодно, и, собственно, художники могли не беспокоиться лишний раз о завтрашнем дне, о заказах, еще о чем-то, потому что вот они друг друга очень хорошо поддерживали, и это была классная и умно сделанная организация. В первоначальный состав товарищества входят 15 художников-учредителей. Шестеро из них бытовые живописцы. Это Василий Перов, Иларион Принишников, Алексей Корзухин, Михаил Петрович Клод, Карл Лемах и Григорий Мясоедов. Вторая по численности группа это пейзажисты Иван Шишкин, Николай Маковский, Михаил Константинович Клод, Алексей Саврасов, Лев Каменев и два исторических живописца Валерий Якоби и Николай Ге и портретисты Константин Маковский и Иван Крамской. На первую выставку свои работы предоставили 10 художников из основного состава и 6 экспонентов. Тех, кто работу не предоставил, потом выгнали, а экспонентов голосованием приняли в передвижники. То есть понимаете, насколько легко было как вылететь оттуда, так и попасть туда. Собственно, некоторые выходили и возвращались по нескольку раз. Кстати, одним из условий было предоставить картину, которую раньше публика не видела. То есть картины писались специально для этой выставки и художники сами отбирали лучшие для того, чтобы показать их публике. А выставки написало 13 газет, критические статьи. Причем довольно интересно, потому что это были тексты от совсем консервативных изданий до полулегальных, либеральных. И все они хвалили передвижников, всем все понравилось. Ну то есть понимаете, если бы что-то революционное было в их стилистике, если бы было какое-то острое заявление, ну кто-нибудь бы их-то отругал, но не бывает же так, что все прям довольны. А тут все ровно, ровный фон, и все так посмотрели, сказали, молодцы, передвижники хорошо придумали. Отличалась разве что сама организация, потому что на выставку академии предоставлялись работы всеми, от академиков до учеников, то есть уровень был просто вообще совершенно разный. Была другая развеска, потому что понятно, что работы академиков они там были на виду, а студентов где-нибудь на задворках, и всего работ было 300-400, могло быть даже больше. Передвижники же показали всего 46 картин, причем каждая из них, как я сказала, уже прошла строжайший отбор. И поэтому критика хвалила, как отпечаток законченности, как хороший отбор. В общем, ну опять же, молодцы, постарались. А что еще связывало между собой представленные работы, кроме высокого качества исполнения? Ну, Стасов, как всегда, сказал, что здесь есть идеология и эстетика, новизна задач, сила, глубокая народность, полное отсутствие прежней художественной лжи и талантливость, бьющая ключом. Салтыков Щедрин сказал, трезвость, простота и естественность. То есть, и там, и тут, честно говоря, общие фразы. Но, кстати, рецензия Салтыкова Щедрина невыносимо иронична. Я прочитаю вам сейчас маленький кусочек, а ссылку оставлю в описании. Обязательно это прочитайте. Что обывательские сердца смягчаются при взгляде на красивые линии, этому я видел поразительный пример недалее, как 30 сего ноября перед картиной у Мясоедова, изображающей Петра Великого, рассматривающего знаменитый ботик, который сделался впоследствии родоначальником русского флота. Стоял цензор, не римский, а другой, и неутешно плакал. Что с вами, спросил я его, помилуйте, отвечал он мне, посмотрите, как великий-то государь был любезен, как он любил науку, с какой благодарной алчностью следил за ее открытиями. А мы-то, а я-то, но этого мало. Расставший на почву самоосуждения, мой добрый знакомец почувствовал потребность идти до конца, то есть принести публичное покаяние. К великому моему смущению он встал посреди залы и без всякого постороннего наущения словами Феофана Прокопевича возопил «Братья, что мы делаем? Петра Великого погребаем!» Сказавший это, он изнемог и упал на грудь Мясоедова. То есть Салтыков-Щедрин над идеей просвещения через живопись потешался просто как мог. И, собственно, он еще указал на вот эту проблематику, что в товарищество будут принимать всех желающих и что это создаст разброд и шатание в рядах. На самом деле он был прав, поэтому, как я уже сказала, общей эстетической программы у передвижников никогда не было. Главной оригинальностью выставки передвижников было полное отсутствие мифологических сюжетов, зато исторические полотна присутствовали. Это уже упомянутый дедушка русского флота Мясоедова и Петр I, допрашивающий царевича Алексея. И вот что интересно, именно в этот год вся страна активно готовилась к празднованию 200-летия юбилея Петра, а царствование Петра было темой конкурса Академии художеств. То есть получается, что товарищество показало свой взгляд на актуальную тему, ничуть не бунтуя, никуда не выбиваясь. И, в принципе, эти картины стали самыми обсуждаемыми на этой выставке. Как минимум, подход к Ге был назван новаторским и неожиданным, ну то есть изображение драматических событий, как интимные камерные сцены. И, скорее всего, именно эта картина дала повод назвать выставку скорее строго реалистичной. Жанристы тоже были представлены, например, «Охотники на привале Перова», которую, я думаю, вы все знаете наизусть, и даже наверняка писали сочинения по этой картине, как, наверное, и по любой с первой выставки. Критика говорит о картине, на которой все понятно, о том, как зрителю от нее весело на душе. Это самая популярная бытовая картина выставки, и это два охотника, помещика и вполне довольный проводник-крестьянин на отдыхе и какие-то забавные истории. А Крамской показал картину «Майская ночь» и свои эксперименты со светом, а критик написал о ней вот что. Намазолили сцены из непривлекательной действительности. Хорошо, что можно расслабиться и поглядеть на поэзию и красоту. Ну, действительно, поэзия – красота. Портреты занимали почти четверть экспозиции. Но, конечно, тут была разница, потому что, когда на академической выставке были портреты, это были портреты дворян, генералов, царской семьи, а тут были портреты все-таки русской интеллигенции, то есть людьми, которые прославились иначе. И они тоже были, конечно же, не такими. То есть, по идее, это были не парадные портреты, но опять тут есть одно «но». Вот, смотрите, это физиолог Морис Шиф, это Иван Тургенев, это портрет Александра Островского, на котором вообще не видно, что перед нами какой-то великий писатель и драматург, а скорее, ну, такой москвич в тулупчике. Портреты коллег-художников, и вроде бы нет аристократии, но при этом самый большой заметный портрет – это изображение графа Федора Литки, который попал в число портретируемых, конечно же, как ученый. Он был русским мореплавателем и географом, исследователем Арктики, президентом Академии наук. Ну, посмотрите, он изображен в парадной форме, со всеми регалиями и выглядит как типичная для академических выставок работа. Пейзажей было вообще 22 из 46, а социальная тематика, то те самые страдающие низшие сословия, были на картинах всего одного единственного художника Илариона Принишникова. То есть, понимаете, мы имеем дело с очень интересной штукой. Вроде у нас тут и новизна, но не революция, частные инициативы, но не бунт, желание просвещать, но просвещать тех, у кого есть 20 копеек на вход в любой день кроме понедельника. Желание объединиться, но не для того, чтобы порвать в клочья старое искусство и создать новое, а для финансовой взаимовыручки. То есть, перед нами скорее собрание равных и равновозможных эстетических вариантов того, что можно заказать, как может выглядеть искусство. Ну вот, прям, глядите. То есть, одновременно парадный портрет графа Литки и оригинальный портрет Островского кисти Перова. Театральный дедушка русского флота и минималистичный Петр от Ге. Почти в точности повторяющий работу для предыдущей академической выставки Клод и его старательный академический пейзаж Полдень и экспериментальный, непарадный, но замечательный пейзаж за дворок русской деревни Грачи прилетели с Аврасова. Есть ли между этими картинами что-то действительно общее? Если вы это видите, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне кажется, что, конечно, с большой натяжкой можно объединить этих художников, как вот были объединены прерфаэлиты, когда они придумали, как будет выглядеть их живопись, какая тематика будет у их живописи, и, собственно, так и работали. Просто прерфаэлиты довольно яркое явление. Или как импрессионисты, которые избегали социальных тем, остро-социальных, буквально единичные работы у них об этом, но визуально мы понимаем, что это художники, которые экспериментировали с определенными техниками. Если здесь такое, сколько я не вглядывалась в эти картины, сколько я не читала критики, сколько не ходила сама в музей для того, чтобы в них всмотреться лишний раз, я не увидела этой объединяющей идеи. Еще раз говорю, если вы ее видите, я очень прошу, напишите об этом только не общие фразы, а вот честно опишите, в чем вот это вот ядро, зерно передвижников. Конечно, к 25-й выставке, когда они уже заговорили о себе как о важном явлении в области эстетики и идеологии, они сами говорили, что вот мы и есть тот самый русский стиль. Ну, наверное, потому что они часто обращали внимание именно на окружающий мир, да, не писали практически, хотя тоже есть, да, там французские кафе или что-нибудь подобное, но ведь не без этого, ведь появлялись картины из прекрасных, по-моему, на пятой выставке, как прекрасно живут немецкие крестьяне или там, как действительно женщины выпивают в парижском кафе. Эти картины тоже были написаны художниками, передвижниками. Что же в них тогда общего? Тогда я бы хотела, наверное, оставить этот вопрос открытым и немножко поговорить о том, какое влияние передвижники все-таки оказали за время своей работы. Но я все-таки добавлю, что в целом можно сказать, что и критики, и зрители воспринимали выставки передвижников как выставки академии, вплоть до пятой выставки 1876 года, когда случился тот самый конфликт, и передвижники были вынуждены искать новое помещение. Публика, наконец, сообразила, что перед ними все-таки выставки не академии, какое-то отдельное явление, и впервые случился раскол между критиками. Все, наконец, заспорили, кто лучше, академии или передвижники. Постепенно на выставках стали все-таки появляться картины, затрагивающие злободневные темы, жизнь социальных низов, деревни, рабочих. От совсем развлекательного характера первой выставки некоторые члены товарищества постепенно двигались к острым важным темам. К пятой выставке совсем пропала историческая живопись, стало меньше портретов, но тем не менее был представлен портрет Александра Третьего кисти Крамского, но хватало картинок идиллических, ну и просто анекдотичных, ну как это любил Маковский, например. И тут же появились пейзажи Куинджи. Но что мы имеем в итоге? В итоге мы, конечно, имеем, как предсказывал Салтыков Щедрин, совершенно неоднородную компанию художников, но при этом декларировавшиеся финансовые цели, они, собственно, все были успешно достигнуты. И, конечно, перед нами то товарищество, которое было очень долго центром всей художественной жизни буквально всей Российской империи. Может быть, немножко не в том ключе, как мы об этом раньше думали, но все же это было важнейшее объединение. И, как писал Александр Бенуа, в передвижниках все были. Все были в передвижниках, кроме разве что Верещагина. Он их, конечно, поругивал, недолюбливал, но, тем не менее, буквально до того момента, когда появится мир искусники, а потом их сменит русский авангард, вот ничего важнее и круче передвижников на протяжении лет, наверное, там 30-40 не происходило. В конце уже там, конечно, был разброд и шатание, но мы об этом сегодня, пожалуй, не будем. И когда советское искусствоведение сообщает что-то типа, сейчас будет цитата, в основе идейной и гражданской живописи наших передвижников лежали чисто русские глубинные причины, болезнь совести, психология кающегося барства, передвижничество на долгие годы застраховало нас от последующих художественных открытий аморального запада. Под аморальным западом, кстати, имеется в виду движение импрессионистов. И вот такие заявления, это, конечно, чистой воды манипуляция, потому что передвижники совершенно не хотели бронзоветь, костенеть, бороться с западом, это вообще было не в их стиле. К тому же художники очень активно путешествовали. Некоторые из постоянных членов передвижников вообще были художниками, которые постоянно живут в Европе, с Парижа или где-нибудь еще. Париж-то вообще был сердечком искусства, понятно. Но вот этого противостояния ни с государством, ни тем более с западом никогда не было. Мало того, передвижники второго, третьего поколения активно пользовались вообще-то импрессионистическими открытиями, это вызывало протест внутри сообщества, разве что у Григория Мясоедова, который стал очень строгим и консервативным художником, и, судя по воспоминаниям современников вообще довольно вредным товарищем, но вы же понимаете, что с возрастом вредными и консервативными становятся не только художники, поэтому нельзя личное возмущение Мясоедова назвать противостоянием западным влиянием. Кроме того, конечно же, передвижники оказали влияние и на Академию художеств, потому что они сначала обрадовались, изгнав всех жанристов и продолжили писать свои пиры, вальгалы, моисеев, которые там добывают воду из камня, но одновременно в какой-то момент Академия поняла, что нужно быть более мобильной, нужно быть более открытой. Академия попыталась тоже устроить свои передвижные выставки, которые были намного менее успешны, чем выставки передвижников, но это запустило целую череду метаморфоз, и это тоже было очень важно. Как я уже сказала, это было еще и очень важно для художников из провинции, когда они видели, что вот есть такие передвижные выставки, что есть люди, которые пишут жанровые сценки, которые пишут какие-то не очень стандартные портреты. Многие относили себя, не входя в это товарищество, как бы идеологически к передвижникам, то есть миф о передвижниках, созданный Стасовым, в какой-то момент они начали немножко ему, конечно, соответствовать, совсем не настолько, насколько хотел Стасов, он их за это поругивал периодически, но там забавно, потому что они в частных переписках немножко над ним посмеивались, даже был казус, когда они отказались его хвалебные критические статьи включать в свои каталоги этих самых выставок. Не все у них получилось, у них была мечта возродить русское афортное общество, сделать свои выставочные залы, этому не было суждено сбыться. И вообще через передвижников прошло порядка двух сотен художников за все время, это я говорю, включая экспонентов, то есть тех, кто выставлялся с ними там один, два, три раза. Кстати, добавлю по поводу противостояния с Академией, в отчетном своем докладе на 25-летие передвижников Мессоедов сетовал, что из-за того, что Академия с ними вот так немножко пыталась соревноваться, их начали в какой-то момент воспринимать как антагонистов, чего передвижники всегда сознательно избегали. В общем, что можно сказать об истории об идеалистах и гениальных бессеребрениках? Это красивый миф, и этот миф тоже повлиял на все русское искусство, как и сами передвижники их настоящие искусства. Надеюсь, вам было интересно, может быть, вы услышали что-то новое, может быть, вы со мной поспорите, я буду очень рада, потому что мне, конечно, интересны разные точки зрения, особенно, если они аргументированы. На этом, наверное, на сегодня все. Увидимся через... Надеюсь, довольно скоро. Огромное спасибо нашим подписчикам на Бути и Патреоне, огромное спасибо всем, кто нам иногда присылает какие-то маленькие донаты и немаленькие тоже. Продолжайте, оставайтесь с нами, лайкайте, подписывайтесь, зовите друзей, смотрите с мамами и бабушками, мамы и бабушки любят наши видео, и обязательно возвращайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok